Я там работал, получается, с прошлого года, я устроился туда работать. Думал, предприятие хорошее, отзывы почитал вообще перед тем, как устраиваться туда. Вроде как бы серьезное, комбинат входит в десятку лучших комбинатов по стране. Ну и, соответственно, у меня сложилось такое мнение, впечатление, что там я могу работать, зарабатывать достойную зарплату в нормальных условиях. Но когда я пришел туда работать, там условия просто омерзительные. Я вот простым рабочим был, разнорабочим. Моя функция была там подача мяса, обрезка его там и всего остального. То есть нас заставляли, я столкнулся с тем, что мне нужно было вот эту вот тухлятину разделывать. То есть я это все заснял, все это видно. Массовое своего рода травление народа. Это при мне, потому что это высыпалось, добавлялось в колбасу. Мастера, которые там Нина Ивановна, там Виталий, мастер и начальник цеха Евгений Гаязович, они, то есть, говорили, как делать это все. Я им говорил, что это же на отравление народа вообще в курсе. Генеральный директор, управляющий вообще в курсе вопросы задавал. Они говорят, конечно, в курсе. Ну как не в курсе? Хозяин ли двора не знает, что у него происходит там на грядках или курятнике? Конечно, все в курсе. Ну что сделаешь с таким объемом мяса? 80-100 тонн. Там сейчас 100% еще есть. 100%. Я думаю, следственные органы будут проверять тщательно. Я просто удивляюсь тому, что как Роспотребнадзор, который приезжал туда по жалобам, потому что там мы видели проверки, приезжали, и этого всего не находили. Как вообще? Там все, в принципе, они все прячут. Дмитрий, а вот этот вот объем говядины, это разовый или она регулярно тухровая? Регулярно. Там, понимаете, устаревшие холодильники. Устаревшие. И, соответственно, никто их не демонтирует, не демонтирует, не покупает вообще. Там холодильник такой здоровый, как вот этот вот ангар, наверное. Наверное, такой здоровый. Действительно, крысы, грязь. Крысы, грязь, тараканов. Просто тьма тьмущая. И это все попадает в мясорубки? Естественно, конечно. Там ничего не защищено. Там в бочках стоит, в таких вот больших бочках, стоит там, типа дезинфицирующее средство. Но оно не дезинфицирующее. Водой разбавлено на 100 рядов, и ничего там, там жир, все, грязь. Дмитрий, вы как работники, приходя на мясокомбинат, проходили какой-то медосмотр, осмотр при входе? Нет, вообще нет. Зашли, ну температуру еще смирили, и все. Максимум, максимум температуру. Сами понимаете, мясокомбинат, да, то есть колбасный цех, это такое предприятие, где мы должны быть в халатах, у нас должны быть перчатки, правильно? Этого нет. Этого нету там. Там просто все устаревшее. Финансирования нет. Я просто посмотрел, я же работал много где. И как бы я смотрю, что ну просто нет вариантов больше работать там. Это просто, ну, беда. Сейчас я работаю на другом месте, работаю, вот как устроился. Дмитрий, ну вот у новости очень много просмотров, очень много комментариев со стороны вашего окружения, либо других людей. Какая-то реакция на это видео в отношении вас была? Ну, у меня угрозы начались. Так начну с того, что мне вчера вечером раза четыре, наверное, звонили. Мне звонят и говорят, Дмитрий, удали. Дима, удали эту видеозапись Ютуба. Я говорю, кто? Либо плохо кончится для тебя. У меня жена, дети, я как бы опасаюсь. Ну, реально опасаюсь. Вы сами понимаете, генеральный директор этого предприятия Исаев и управляющий этого комбината, бывший сотрудник полиции. Мы знаем, мы сегодня живем в современной России. И есть факты такие, когда могут что-нибудь подкинуть, могут там толкнуть. Я попаду под машину, либо еще что-то. Понимаете, этот комбинат, он в десятку лучших входит. И мое видео, это своего рода, ну, такой массовый такой резонанс. Понимаете, да? Ну, как быть, я патриот своей страны. У меня дети в детском саду, в мае, в апреле были отравления. Это связано было с этим комбинатом. Фарш, колбаса, детям сосиски возят, закупают у комбината. Понимаете? И мой ребенок вот так, не дай бог, отравится. Да я себе ли это прощу? Видя все это, участвую в этом, я ли себе это прощу? Я не могу так быть, я гражданин России. Я должен сообщить, я вам сообщил. Действуйте, пожалуйста, следственные органы, проводите проверки. Дим, ну на своей позиции будете настаивать? Конечно, конечно, я не отступлюсь. Мне угрожают, мне звонят. Я не буду отступать. Мы с женой поговорили, мы уже созвонились с некоторыми тоже органами. Все, дай бог, что все будет хорошо.